Всем привет дорогие друзья! Локомотив провел свой второй матч на вторых сборах, был обыгран Кайрат со счетом 4-1. В этом матче мы увидели обоих наших новичков, это и Жорзина Ньямси, который вышел в стартовом составе и отыграл 55 примерно минут, и Саид Хамулич, который вышел на замену как раз на 55-й минуте, состоялся большой обмен игроков, большое количество футболистов вышло на замену, но и Саид Хамулич был среди них, и это была одна из основных тем, которые был интересен этот матч, но и в целом было интересно посмотреть на то, как Локомотив притворяет в жизнь то, что эпизодически получалось в предыдущих матчах, насколько это все развивается. На прошлом видео я о многих таких моментах упоминал, много всяких вещей подсветил, и было интересно, насколько это все повторится и в матче с Кайратом. Спойлер, повторилось очень даже здорово. Давайте обсуждать. Одной из основных тем прошлого матча было то, что Галактионов вообще не выпустил ни одного центрального защитника, кроме Евгения Лукиных, которого спешно вызывали из молодежной команды. Примерно все то же самое повторилось и сейчас, единственное, что теперь у нас есть Жорзин Ньямси, и он приехал, и он готов играть в футбол, поэтому его выпустили в стартовом составе, но пару ему составил ни Лукиных, ни Морозов, ни Погоснов, ни Макеев, ни Кузьмичев. Пару ему составил опять Александр Сельянов. Саша Сельянов может играть на этой позиции, у него все для этого есть, физические данные позволяют. Он вполне себе качественный защитник именно в плане отбора, у него есть игра на втором этаже, благодаря хорошему росту. Наверное, на позиции крайнего защитника он все-таки пополезнее, но нет ничего удивительного в том, что его пробуют центральным защитником Галактионов. Правда, обычно Сельянов все-таки играл в центральном в тройке, да, у Карпина в Ростове и по детям, но почему бы не попробовать и сыграть вторым центральным защитником. Если в прошлом матче еще можно было подумать, что это какой-то эксперимент игровой, тренировочный, и Галактионов хочет чему-то научить наших футболистов, именно вот таким вот образом не выпуская профильных центральных защитников, то повторение этого второго матча подряд, оно говорит, ну, именно о том, что, видимо, какое-то сумасшедшее совпадение, и одновременно вылетели все центральные защитники. И если, опять же, в прошлый матч это было удивительно, потому что вылетели только центральные защитники, то сейчас, кроме них, не было там Дмитрия Баринова, не было Максима Глушенкова, который получил повреждения в матче с Уралом. Да, это уже, ну, как-то более похоже на правду. Тем более, что, ну, Жорзин Уньямси у нас сыграл, а во втором тайме вышел Женя Морозов. Ну, соответственно, появляются потихонечку центральные защитники, возвращаются в строй. Еще раз повторюсь, поверить в это сумасшедшее совпадение сложно, но ничем другим объяснить это я не могу. Ну и тоже, да, много мне задавали вопросов по ходу трансляции матча. Может быть, Галактионов пытается наиграть Сельянова центральным защитником или там Щетинина центральным защитником. Может быть, ему настолько не нравятся Морозов, Погоснов и Кузьмичев, что он пытается найти варианты среди там опорников 2005 года рождения. Нет, я в это вообще не верю. Ну, это абсурдно. Каким бы ни был плохим защитником, может быть, да, теоретически в глазах Галактионова, Морозов, Погоснов или Кузьмичев, Михаил Щетинин все равно хуже центральный защитник, чем они все, любой из них. Ну, просто потому, что Щетинин никогда не учился играть центральным защитником, у него нет физических данных для этого и все такое. Ну, про Сельянова еще готов поверить, что, может быть, Галактионов пытается его переучить, но им несколько моментов в первом тайме, ну, показали о том, что, ну, пока еще Сельянов очень-очень сырой центральный защитник. Он подвижный, он много перемещается, он, там, не знаю, хорош в подкатах, например. У него действительно хватает роста для того, чтобы играть в верховых единоборствах, но, тем не менее, ему не хватает школы центрального защитника. И, ну, вот, например, в очередной раз, третий матч подряд, наша команда привозит, или четвертый, уже четвертый, по идее, да, матч подряд, наша команда привозит гол с короткого розыгрыша, но если до этого Лантратов и Худюков, нет, все-таки третий, если до этого Лантратов и Худюков у нас ошибались в передачах, пытались сделать сложную передачу на своего, выйти коротким пасом из-под прессинга, то теперь Сельянов получил передачу от Лантратова и затушевался, и запаниковал, не понял, что ему делать, хотя, ну, ты стоишь на линии поля, просто возьми и пяточкой откати мяч назад, ну, будет угловой, но если у тебя нету куда выводить мяч, то уж лучше угловой, чем бить в игрока Кайрата, да, но вот очередной гол мы пропустили вот такой вот с попытки выйти через передачу низом. Сама по себе тенденция очень неприятная, но надо понимать, что все-таки это товарищеские матчи, в которых такие вещи, они позволительные, тебе можно ошибаться, и ты проверяешь умения своих футболистов играть вот таким вот определенным образом. Ну, вот ошибаются игроки, но вместе с тем, когда они не ошибаются, мы получаем очень интересные, очень красивые, размашистые, быстрые атаки, с которой заканчиваются либо взятием ворот, вот в этом матче было три взятия ворот в первом тайме, либо просто опасными моментами, как это было в предыдущих играх. В общем, это тенденции современного футбола, но я уверен в том, что в официальных матчах там Лантратов не будет подсовывать мяч Сильянову, Сильянов не будет вообще центральным защитником, во-первых, во-вторых, не будет пытаться исполнить тренерскую установку, играть низом и выходить из обороны через короткую передачу, а будет все-таки играть попроще и понадежнее. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, а как будет в сезоне, мы посмотрим. Гораздо приятнее обсуждать то, как играл Локомотив в атаке в первом тайме, и во всех предыдущих матчах я вам говорил и в трансляциях, и на прошлом видео, что Локомотив шикарно выходит из обороны в атаку. И то, что в матче с Акроном, например, у нас не получалось забить, это всего лишь, ну, такая вот, ну, неприятная история. На самом деле, когда у тебя такое количество моментов, когда выходят футболисты 3 в 3, 4 в 3, 4 в 2, и они уже практически в штрафной, они перед штрафной на ударной позиции, с нашим уровнем футболистов, это будет заканчиваться взятием чужих ворот. И в матче с Кайратом, ну, мы забили 3 гола в первом тайме, и мы не забили, ну, наверное, еще минимум 3-4 хороших, классных возможностей, когда наши футболисты входили с мячом в штрафную площадь, и либо не отдавали передачу, либо отдавали ее не очень хорошо, либо удар поворотом был, ну, такой слабенький, и вратарь справлялся. Но мы забили 3 гола в первом тайме, о чем еще можно говорить, и чего еще хотеть, если, ну, 3 гола в одном тайме, красивых, породистых, классных, каждый из этих голов, ну, это просто восторг. И первый гол, где Карпукас отправил мяч на фланг, и Тикнезян с фланга в центр на Миранчука, Миранчук еще дальше на фланг Сергею Пеняеву, и Пеняев уже практически в пустые ворота вносил. И второй гол, который вроде бы возник, да, с дальнего аута Самошникова, но хорошо закрыли линию штрафной Миранчук и Митой, и Митой нанес удар в дальний угол, поздравляем Митая с голом. Красивый, важный, нужный гол, ну, конечно, про Митая нужно отдельно сказать, сегодня он играл центральным полузащитником вместо Дмитрия Баринова в паре с Карпукасом, и когда против нас играют соперники средней руки, типа Кайрата, а в чемпионате России таких соперников, вообще говоря, много, не нужно принижать Кайрат, да, эта команда, конечно, не топ, это не, там, не знаю, не уровень Лиги Чемпионов, это просто соперник, но таких соперников в нашем чемпионате довольно много, я думаю, что Кайрата это где-то вот, ну, от седьмого места и ниже, ну, может быть, нижняя восьмерка, еще вот так вот можно сказать, но это все равно значительная часть чемпионата России, и с такими командами играть центром поля Карпукас Митай, это значит иметь громадное преимущество в центре поля, Митый никому вообще не отдает мячи, разворачивается, идет вперед, отдает передачи, и Карпукас, который классно начинает атаки, и при этом умудряется быть именно в тех точках поля, в которые мяч к нему прикатывается, понятное дело, что в товарищеских матчах Карпукас пока еще не в оптимальной форме, и мы много об этом говорили в прошлом матче с Уралом, и в этом матче было видно, что ошибается в передачах, некоторые единоборства проигрывают, но при этом мы знаем то, что начнется чемпионат, и Карпукас будет показывать классную игру, и, ну, я бы, наверное, хотел почаще видеть пару в центре поля Карпукас Митой, особенно когда мы играем с соперниками не очень высокого уровня, хотя, как мы видели, Митой вполне себе и на Динамо, и на Зенит отлично себя чувствует в центре поля, и уровень соперника ему не так уж сильно и важен. Ну и третий гол я про него не сказал, но он тоже получился очень красивым, и то, как мяч дошел до Миранчука, вот эта вот прокидочка между ног, и то, как сыграл Антон Миранчук, его по-прежнему очень много народу пытается сбагрить из локомотива, и говорят, мол, да не нужен он у нас, много классных ребят. Но то, как Антон Миранчук чувствует футбол, то, как он может отдать вот эту вот передачу между двух в разрез на Пеняева, Пеняев даже не понимает, что эта передача может пройти, но она настолько качественная, что рывок Пеняева с опозданием, он все равно приводит к суперопасному моменту, к навесу на Сулейманова, и Сулейманов в акробатическом прыжке переправляет все-таки мяч в четку ворот, но это очень дорогого стоит, и за таким, ну честно, вот я смотрел первый тайм, и я радовался, у меня душа радовалась от того, в какой футбол играет локомотив. Мне очень хочется, чтобы это перенеслось на весну, и мы играли в такой же красивый, размашистый футбол с большим количеством быстрых атак, с умением находить пространство, с умением находить возможности атаковать 4 в 3 или 4 в 2, заходить в штрафную и забивать голы, ради чего мы, собственно, футбол смотрим. Наверное, вы больше ждете рассказа о наших новичках, и они оба приняли участие в игре, но Жорзин Ньямси сделал это со стартового свистка, он вышел в основном составе, занял место правого центрального защитника, и, ну, надо сказать, что свои 55-56 минут отыграл очень-очень уверенно. Это, наверное, главное впечатление, он, ну, понятное дело, мы этого ждали, и это было очевидно, что он очень хорош в силовых единоборствах, когда нужно, там, выиграть мяч на втором этаже, когда нужно побороться за мяч просто корпус-корпус, ну, его невозможно сбить с шага, его невозможно оттолкнуть корпусом, как это периодически бывает с нашими другими центральными защитниками. Ньямси старается говорить на поле, Ньямси старается руководить обороной, после того, как мы пропустили гол, он о чем-то довольно много говорил Сильянову, пытался ему сказать, может быть, подбадривал, может быть, рассказывал, как нужно в таких ситуациях играть, честно говоря, и сам не понял, и не уверен в том, что Сильянов понял, что ему хотел сказать Ньямси, но это не столь важно. Главное, что сам Ньямси очень уверен в себе, и во втором тайме был эпизод, где он там между ног, например, прокинул мяч игроку Кайрата, и, ну, это, конечно, не то, чего ты ждешь от вот этой 195-сантиметровой махины, но видно, что парень очень-очень уверен в себе, и, ну, возможно, когда-то эта самоуверенность придет к чему-то плохому, но здесь и сейчас, мне кажется, что это довольно важно и нужно локомотиву, чтобы центральный защитник был уверен в себе и этой самой уверенностью заряжал всех остальных. Конечно, были и помарки, например, в одной ситуации, после флайнинговой передачи, Ньямси прерывал эту передачу, но сделал это так, что скинул мяч под удар игроку Кайрата на линии штрафной. У нас в первой части сезона много было ситуаций, когда наши игроки скидывают мячи под удары с линии штрафной, и хотелось бы, чтобы таких ситуаций было меньше, но вот случилось и с Ньямси тоже, да, хочется, чтобы, ну, ты выбиваешь мяч, ну, выбивай так, чтобы он через середину поля перелетел, а не оказывался у игрока Кайрата. Не очень мне нравится, как он играет на втором этаже, потому что он подставляет голову, но не акцентированно сбрасывает мячи на своих. Они летят, ну, просто вот абы куда, лишь бы сыграть головой. Мне кажется, что если ты, ну, такая вот большая машина, то ты можешь выбить мяч головой, опять же, так, что он пролетит через все поле и окажется у своего. А здесь он вот, ну, ну, как-то вот ни то ни сё. Но, опять же, это только по марке, потому что важнее то, что он сыграл в этот мяч головой, а то, что он, ну, оказывается после этого у соперников, ну, это вторая фаза атаки. Здесь уже с ней должны справляться и опорники в том числе. Ну, надеюсь, что поработает над этим компонентом тоже наш большой французский защитник. Где-то на 55-й минуте Галактионов поменял большое количество игроков, и, честно говоря, это вызывает немножко удивление, потому что прошлый матч у нас состоял из четырех таймов, и у нас все футболисты получили минимум 60 минут, кроме Глушенкова, который получил травму, а некоторые футболисты получили 90 минут. А в этом матче получилось так, что мы снова откатились немножко назад, и у нас почти все футболисты получили 55 минут, и некоторые сыграли дольше, это Самошников и Нинахов, ну, и Лантратов в воротах, но даже они не доиграли до конца, даже они не получили 90 минут игрового времени, то есть вот это вот поступательное наращивание игровых минут, оно как-то засбоило, и откатилось назад, когда футболисты играли по часу, по факту здесь большинство футболистов сыграли даже меньше часа, а те, кто вышли на 55 минуте, они, соответственно, сыграли вообще всего 35 минут, ну, в общем, ну, как будто бы должен был быть еще один матч, и он действительно планировался на этих сборах, мы должны были в воскресенье играть два матча, один утром против Альнастри, один с Кайратом, но вот этот вот матч с Альнастером, видимо, не состоялся по каким-то причинам, но с Кайратом договариваться на 4 тайма по 30 минут, ну, видимо, тоже не удалось, в общем, ну, как будто бы немножко игровой практики футболистам не хватило, после того, как она наращивалась, наращивалась, наращивалась и наращивалась, следующий вот у нас игровой день, он будет состоять как раз из двух матчей, и там уже футболисты будут получать снова много игровой практики, ну, вот, видимо, какой-то вот небольшой форс-мажор произошел на сборах, но что поделать, второй тайм, на самом деле, вышел не таким интересным, как первый, было гораздо больше сумбура, и он, этот сумбур был и в первые 10 минут, когда играл еще вот этот вот основной состав, и в оставшиеся 35, когда произошла массовая замена, все равно были неплохие моменты, да, там, Вадим Раков, например, получил классную передачу от Рифата Жамаледдинова, обвел вратаря, и не смог попасть с острого угла в створ, хотя, наверное, можно было сделать передачу и на Дмитрия Рудиковского, были и другие моменты для взятия ворот, сыграемые чуть-чуть похладнокровнее, да, там, Алексей Батраков пяткой оставлял мяч Щетинин, но Щетинин предпочел не бить по воротам, зато по воротам решил ударить Вадим Раков, и у него внешней стороной стопы получился очень опасный удар, с которым справился вратарь. Но в целом, конечно, игра очень сильно разбилась на эпизоды, Кайрат стал чаще заходить в нашу штрафную, правда, у них особо ничего не получалось, и как-то каких-то опасных моментов, не связанных с тем, что наш защитник или наш вратарь дарит им мяч, так у них создать и не получилось, максимум были какие-то дальние удары, ну а закончилось все тем, что Алексей Батраков блестяще подал угловой удар, Щетинин скинул на дальнюю, и Владислав Сарвелли замкнул на дальние штанги этот навес. Много критики сваливается на Владислава Сарвелли, но при этом Влад на самом деле очень продуктивный, и забивает много, и отдает много, и участвует практически во всех голах, которые забиваются, когда он на поле, в общем, ну мне нравится Владислав Сарвелли, но где и как он будет играть, я, честно говоря, не очень понимаю. Сейчас, например, его выпустили на позиции центрального нападающего, хотя он вышел вместе с Саидом Хамуличем, но если вы помните, я вам еще в прошлый раз сказал, то что Хамулич это не замена для Артема Дзюбы, и не конкурент для Тимура Сулейманова. Саид Хамулич это игрок левой бровки, и в этом матче он тоже вышел на левую бровку, заменил, по сути, по позиции Наиры Текнезяна. Не так он ярко себя проявил, как Жорзин Уньямси, но и у него было пару моментов, где он показал вот этот вот как раз свой фирменный прием, где он прокидывает мяч по флангу и обгоняет соперника, потому что у него очень высокая скорость. К сожалению, ну вот один яркий эпизод в этом матче, где он сыграл именно так, как он и играл во всей своей предыдущей карьере, ну не завершился опасным моментом, потому что он не смог найти возможность для передачи, но само по себе то, что он прокинул мяч, пробежал и обогнал игрока Кайрата, мне очень нравится, потому что был такой у нас футболист, как Франсуак Камано, и когда ты смотрел его нарезки по игре за Бордо, ты видел сумасшедшего скоростного футболиста, который бегал по левой бровке, смещался в центр и бил по девяткам с правой ноги, а потом этот футболист приехал в локомотив, и я за, там, не знаю, два с половиной года его карьеры в локомотиве, ну, рывков, скоростных рывков Камано, видел, ну, штуки три, наверное, вот за все его игры. Оказалось то, что он силен, ну, несколько в других вещах, и у него была хорошая весна, но тем не менее, вот того, чтобы он делал какой-то затяжной рывок по флангу, или бил с правой ноги по девяткам, ну, мы, честно говоря, с вами так и не дождались. Хамулиджи в первом же своем матче, в товарищеском матче, показал, что вот, да, я это умею, я это буду делать. Насколько это будет продуктивно, честно говоря, не знаю. Моя основная боязнь, это то, что вот эти вот вещи, они получаются против соперников низкого уровня, такие, какие у него были в Литве, когда он играл за Судову и Дугау, такие, какие у него были в Польше, когда он играл за Стали с города Милоц. Да, ну, понятное дело, что уровень сопротивления там пониже, уровень скорости, скоростных качеств защитников там пониже, и он может вот эти свои трюки проделывать раз за разом. В России, ну, как бы мы ни относились к российскому чемпионату, игроки довольно высокого уровня, и то, что у него не получалось в Голландии и Франции, это вот, ну, пока немножко терзает мое сердце, и я надеюсь, что он сделает этот шаг и научится играть с защитниками все-таки выше уровнем, чем в Польше и в Литве у него были. Вообще, еще нужно обязательно отметить Сергея Пеняева, он в этом матче забил гол, сделал голевую передачу, и вообще на сборах себя проявляет очень хорошо, на него сыпятся по-прежнему очень много критики, он, дескать, не оправдывает чьих-то там ожиданий, он должен был быть уже супер-мега-футболистом, а он все еще обычный игрок, но вот сейчас на сборах мне очень нравится, как себя проявляет Сергей Пеняев, и я снова откатываюсь к первому тайму, но, наверное, ну, Сергей Пеняев лучший футболист этого матча, он много играл в отборе, он очень много перехватил для нас мячей, он, собственно, забил гол на дальней штанге, добежал до самого конца, он сделал голевую передачу на Тимура Сулейманова, поняв, что он может, этот наш каратист Сулейманов, в таком прыжке переправить мяч в сетку, в общем, ну и в предыдущих матчах тоже у Пеняева было много моментов, и голевые передачи у него были, но вот теперь разродился и голом, очень-очень рад за Сережу, надеюсь, что эти сборы помогут ему, и поднимут его на ступень выше, потому что, ну, пора становиться лидером Локомотива, а сейчас он по-прежнему бьется за место в составе, и мысль, которая, наверное, сильно меня захватила во время просмотра этого матча, это то, ну, насколько высокая конкуренция в Локомотиве, и, ну, правда, ты понимаешь то, что Дмитрий Баринов, капитан команды, игрок сборной России выпадает, но ты совершенно этого не боишься, потому что ты знаешь, а, ну так тогда мы посмотрим на Митая в центре поля, и это отлично, на краях атаки теперь появился Хамулич, теперь появился, ну, не появился, но сильно играет Сергей Пеняев, и вот Глушенков получил травму, но ты этого вообще не боишься, потому что, ну, хорошо, ну, тогда Пеняев сыграет справа, Хамулич сыграет слева, или Миранчук сыграет слева, или Рифат Жамлединов выйдет, и это все приводит к двум мыслям, ты, во-первых, уверен в том, что Локомотив будет сильно играть при любых обстоятельствах, а во-вторых, ты начинаешь подступудно думать, что вот Шпенев дал интервью на этих выходных о том, что Даня Худяков там рассматривает вариант с уходом из Локомотива по окончанию контракта, Антон Миранчук, Рифат Жамлединов, им не нравятся зарплаты, которые предлагает им Локомотив в новом, этом новом мире, где Локомотив не может платить по 2 миллиона евро своим даже ключевым футболистам, ты думаешь, ну, да, мы очень любим Антона, мы очень любим Рифат, это очень сильные футболисты, но если они уйдут, так ли уж это страшно? Год назад это казалось, ну, катастрофой, Антон Миранчук, Рифат Жамлединов, суперфутболисты, суперважные футболисты для Локомотива, ну, а сейчас ты понимаешь, ну, окей, у тебя как минимум есть уже сейчас сильные пеняя Глушенков, вполне вероятно, могут раскрыться Сорвель и Хамулич, у тебя на подходе Алексей Батраков, который снова классный матч провел, у тебя есть Вадим Раков, который в прошлом матче 2 забил, ну, как будто бы новое поколение игроков Локомотива уже подросло, и, ну, если Антон Миранчук и Рифат не согласятся на условия Локомотива, которые понижают их зарплату, и, понятное дело, что никто не хочет соглашаться на понижение зарплаты, если есть возможность уйти в Европу бесплатно, то почему бы этим, этой возможностью не воспользоваться, для меня, как болельщика Локомотива, это уже не так страшно, как год, полтора, года назад, когда, ну, это казалось просто катастрофой. И даже в линии обороны, когда у тебя ни один центральный защитник не готов, оказывается, можно выйти парой защитников, там, не знаю, Морозов-Щетинин, или Сильянов-Ньямси, или как в прошлом матче, когда мы играли, вообще там, Баринов-Щетинин, или Лукиных-Сильянов, ты все равно можешь более-менее уверенно играть в обороне, и не трястись, не бояться за то, что любая атака соперника сейчас превратится в гол. Есть помарки, есть ошибки, на стандартах по-прежнему играем так себе, но, тем не менее, ну, все равно есть футболисты, есть с кем играть, и, ну, честно говоря, предвкушение весны, вот этот вот мандраж, и ожидание того, что вот скорее бы, скорее бы, возобновление чемпионата Локомотив может себя показать очень здорово, оно у меня с каждым тыворняком все больше и больше растет, и, ну, например, на прошлых сборах такого ощущения вообще не было. Если помните, на прошлых сборах мы играли плохо против практически любого соперника, а там были и сильные соперники, и слабые соперники, ну, под конец мы нашли какой-то вот там реал из третьей лиги Арабских Эмиратов и их разнесли, но в целом Локомотив играл так себе, и у меня были большие опасения относительно того, как мы войдем в сезон, ну, мы, собственно, вошли в сезон, проиграв два матча Спартаку, но сейчас, сейчас у меня прям вот нетерпение и очень хочется, чтобы поскорее, поскорее начался сезон, но до сезона еще достаточно большое количество товарищеских матчей, еще целый сбор третий будет, так что, ну, будем смотреть и будем надеяться, то, что Локомотив сохранит эту форму, которая у него есть сейчас, и мы с первых же матчей продемонстрируем высокий уровень игры в чемпионате России. Собственно, все, что я хотел вам сказать, поэтому на сегодня все, и ждем матчи среди недели, ролик будет уже гораздо больше, потому что нас ждет две игры в один день. С вами был Тим, подписывайтесь, ставьте лайки, вы очень здорово прошлый ролик восприняли, очень много подписавшихся, очень много просмотров, собственно, ради вас все это и делается. Большое спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok